Некоторые уже догадались, что речь идет о Боэне Кирпиче, которого я недавно поймал, и сегодня мы посмотрим на него, и да, именно его я считаю, ну точнее назвал так по-хитрому, сегодня Месси на минималках, ибо в свое время он по таланту ему не уступал. Но в нынешнем футболе, да и вообще везде, на одном таланте далеко не уедешь. И где сейчас Месси, а где сейчас Боэн? Кстати, реально, где сейчас Кирпич играет? Я, честно говоря, хер знает, но когда соперник ищется, мне там еще парочка интересных футболистов выпало, если вы желаете такие же на них обзоры, ну просто я играю в Майклаб, и с каким-то конкретным футболистом, мне кажется, так будет интереснее. В общем, если вам нравится такой формат, то ставьте лайки, косарь лайков, и я буду продолжать данную рубрику. Нашелся соперник с каким-то совсем там жопиным рейтингом, 5.18 у него, блин, Боэн, даже ты просто обязан здесь забить парочку голов. Он реально был очень талантливым, и его реально уже сравнивали с Месси. А я своего соперника сравню с ебучим ленивцем, с ебучей черепахой. Я не знаю, он уже минуту ровно настраивает какие-то перестановки. Чувак, 5.18 статистика твоих матчей, 5.18 тебе ничего не поможет. У меня Боэн, у тебя нет руки, скорее всего. Так, хитрая, хитрая атака, и Киркиш должен забивать, вот куда ж ты долбанул, родной. Вы просто гляньте, как я хитро сыглал, сыглал. Ах ты, сука, соперник скипнул мой гениальный повтор. Но вы все видели, друзья, это было просто, ну что-то на уровне Барселоны минимум. Давай, Киркиш, вспоминайте времена Барселоны, когда ты забивал кучу голов. Давай, давай, давай. Так, ну вот, есть пространство для очень быстрого Мбаппел. Он сейчас должен просто создать момент для кирпича. Ну, Боянища, даже, блядь, не... Ой, блядь, ублюдок просто конченый. Выкидыш футболиста. Вот, Боян, учись. Чего? Учись, Боян. Чего? Так, Боян, ой, ну с твоей скоростью, конечно, я бы тебя за пивом вечером не посылал бы, все равно бы не успел. Это охеренно просто, чуваки. Это просто охеренно, по сути. Ну, первая нормальная атака соперника, первый нормальный удал. И эта падла забивает. Какой-то Пауло Энрике, я не знаю, кто это такой, но, видимо, он круче, чем Боян. Да, видимо, все в мире, блядь, круче, чем Боян. Ну, Боян, может, хотя бы голевую наковтенью-то отдашь, неужели? Ну, хоть какое-то первое голевое действие Кирпича. Я знаю, что он Киркич, а не Кирпич. Если вдруг кто-то написал, что я неправильно его фамилию произношу, я знаю, как все правильно говорится, но пока что он играет как настоящий Кирпич. Так что претензий быть не может! Господи, ты мог бы заметить, зацепиться, падла, с кворечником своим? Я бы так был... Сука! Ах ты, падла! Ты просто не имел права не забить третий выход один на один. Пенальти? Сосальти. Да, конечно, будь вместо Бояна Кирпича сейчас нормальный футболист, тот же самый Дмитрий Булыкин, то мы бы уже вели бы с разгромным счетом, но пока что вы сами все видите. Но лучше бы, конечно, вы бы такого не видели. Так, ну Бояна, возможно, сейчас даст вторую голевую. Если Мбаппе не будет ебалом, Мбаппе ебало, Беком еще больше ебало. Подачу-то хоть сделает, как Старо Доброе Время, но куда, как же тут не залетает гол-то, господи! Мы бы голов 6 забили бы, если бы не какой-то... Какой-то ад. Сатанинское проклятие. Бояна дал голевую, при этом засрал 26 моментов, но остальные тоже были, честно говоря, не лучше. Какой-то бич у него стоит на воротах, я не знаю, кто это такой. Какой-то Латинос, блядь. И он все потащил. Ну ладно, второй матч еще есть. Рейтинг 718. Тут, я думаю, что Бояну не повезло. Сильный какой-то супер-турок нам достался. Так, Куртуа пока что божит. А будет ли божить наш Боянище? Оу, 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 оу! Ну, со скоростью 70 он, конечно, не убежит, но тут есть Абумиянг 97, Бейсон, беги! Ой, как ты плохо! Да, я понимаю, что я управляю футболистами, но они просто не бегут, не забивают, они просто берут и покорно насасывают болтяры. Вы же видите, как я хорош? Я комбинирую, атакую. Я, возможно, лучший в мире песер. Какой пас? Вы такой уровень хоть где-нибудь видели? Вот, а Гюндаган не бежит. Вот что поделать? Не бежит Гюндаган. А пас был, муа, просто, возможно, пас тысячелетия. Очередной потрясающий пас и Боян. Боян, хоть пас ты-то отдай. Ой, как? Как они ужасно насасывают. Я не понимаю, я не понимаю. Боян, Боянчик, Боянчик. Вот видите, друзья, пес самая реалистичная игра в мире. Когда в настоящей жизни Боян Киркич забивал гол в последний раз? Вы не помните? И я не помню. Вот и в игре он нихера не может. Ну, хоть тут-то об умьянку бежит. 97 песер. Кто тебе давал? Он просто в лоб ему попал. Вы это видели? Просто хуйнул ему в лобешник. У него кипер лбом отбивает мячи. Что это за демон, блядь? Это как в фильме «Убойный футбол». Китайский фильм. Боян, очередная, гениальная. Голевая, возможно, передача. Нет, на воротах, сука, Лев Яшин. Я более чем уверен, что там на воротах стоит какой-нибудь обоссанный долбоеб. Со скиллом 3. Ариоля, родной. Ну, Киркич! Неужели? Неужели? Ариоля, извини, что назвал тебя долбоебом. Спасибо за подарок. И тебя с наступающим. Ну, конечно, блядь, конечно. Супер тупой гол забивает нам в ответ. Перехват. 8 раз мои футболисты подскользнулись. Куртуа решил отбить, блядь, мяч членом и упал на карты. Конечно. Конечно. Я забил трудовой гол. Он забил парашу. Да. Как я люблю анимацию вратарей в Пес. Вот хоть один вратарь реальный стал бы в такой ситуации отбивать мяч, блядь, ногой. Сейчас, конечно, защитники Пес повылезают и скажут, ой, Антон, это такая реалистичная игра. Круче всего в этой ебаной жизни так вратарей делают, да. Начитаются, блядь, Камасутры перед матчем и потом их изгибаются, блядь, в штрафной. Как это хорошо. Как это хорошо пропускать в концовочках. Ай-яй-яй, как я это люблю. Более гейского празднования не было со времен ФИФы, где футболисты отклячивали жопу и двигали руками, как роботы. Блядь. Сука. Проебендил я второй матч, но в первом я должен был побеждать 5-1, 6-1, 101, если бы не Киркич во втором матче. Ну, матч был равный. На этом пора прощаться. Ставьте лайки, не болейте. Вот сейчас, видите, Ариоля приболел и какую хуйню творит. В общем, всем удачи, всем пока, до свидания.